Нижегородский общественный транспорт становится опасным для жизни. Уже третье серьезное происшествие за последний месяц. Пассажиры говорят о хроническом недофинансировании. Напомню, в начале августа серьезная авария с пассажирским автобусом произошла на проспекте Ленина. Из-за отказавших тормозов неуправляемый автобус на всей скорости врезался в трамвайную остановку. Один человек погиб. Три дня назад уже на московском шоссе опять пассажиры были госпитализированы из-за того, что автобус, потерявший управление, врезался в фонарный столб. И вот новое происшествие. В автозаводском районе прямо во время движения на путях загорелся трамвай, внутри которого были люди. К счастью, никто не пострадал. Вот кадр очевидцев. Я ехал в трамвай, он реально загорелся. Я в этом трамвай была тоже. Там что-то задымилось внутрь, приостановили. Все мы вышли и ждали другой трамвай. По вагонам, там перетерлись провода. Прошло короткое замыкание. Загорелась изоляция проводов. Все. Ну, естественно, конечно, пламя от резины горит же, когда резина. Тушили магнитушителем. Поскольку пожарная часть недалеко была, пассажир вызвал пожарную машину, машина подъехала и ходила. Было вечером, было там человек шесть человек, пассажиры все. То есть ничего такого страшного, ничего не произошло. Обычно произошло обычное возгорание, и все. На них с утра уже выезжают трамваи, уже невозможно дышать. Колодки тормозные, видать, там слесаря перетягивают, они горят у них, они начинают тормозить, едут, они горят. Ремонтируются, конечно. Заводка, там, он вызывает, там, а горят. Трясет, но везет. В верхней части такие трамваи не ходят. Там таких нет, там все новые. А здесь вот такие ходят, еще допотопные. Ездим на трамваях на работу. Вот, и согласен, что трамваи ужасно, потому что они постоянно ломаются. Старые двери раскрывать еле-еле. То костюм порвешь, то платье задержишь. Сиденья неудобные. Окошки бывают тоже закрытые. Сейчас жара такая стоит. Неудобно, конечно, транспорт весь старый. Что трамвай, что троллейбусы. И маленькой зарплатой, и механики могут недосматривать. Вполне возможно. Отношение к труду такое сейчас. Кстати, вот именно маленькая зарплата и стала показателем даже криминального отношения к труду работников Нижегородского транспорта. Слесарь Нижегород, пассажир автотранса, с металлической трубой в руках напал на своего директора. Он ударил начальника по голове из-за того, что был недоволен своей маленькой зарплатой. В итоге самого его задержали. Руководителю оказали первую помощь в больнице. А полиция начала проверку. И смотря на то, что сначала руководство Нижегорода электротранса пыталось случившееся отрицать, сегодня они прокомментировали это происшествие. Для слесарей, которые занимаются ремонтом подвижного состава, средняя заработная плата составляет 21 597 рублей в месяц. У человека, который совершил вот этот поступок, у него заработная плата была выше среднего. В этом году его средний заработок был меньше, чем в прошлом году. Потому что он был на больничном. Не потому, что ему понизили оклад или его лишали премии. Он болел. Любой трудовой спор можно решить законным путем. Можно прийти и поговорить с начальником. И поэтому вот этот случай, он выходит за рамки трудовых отношений. Не знаю, если он считает, что его в чем-то ущемили, он мог бы решить вопросы о пересмотре каких-то там решений руководства. Кстати, сейчас сотрудники полиции проводят проверку и по поводу избиения, и по поводу оплаты труда работника. А что касается электротранспорта в городе в целом, то городская администрация сообщила о том, что будет проводить оптимизацию движения трамваев и троллейбусов. Так начали с Канавинского района с сокращением количества троллейбусов на маршрутах номер 8 и номер 5.